Бывший президент Узбекистана также почувствовал, что мы перебрали, образно говоря, в умолчании в отношениях между Беларусью и Узбекистаном. И мы с ним договорились в последний год его жизни, что пора уже нам на узбекской земле встретиться, потом обменяться визитами. И он ушел из жизни, и мы встретили Шавкатом в Самарканде. Мы обсуждали проблемы очень многие, он меня потребовал ответов, потребовал на многие вопросы, мы знали еще и раньше. Я ему откровенно рассказал, как будем жить, и вернулся к разговору о сегодняшнем, ну уже можно сказать, сегодняшнем визите. И тогда я попросил, говорю Шавкат Миромович, ну, был бы жив ислам, это был бы такой, ну, больше протокольный визит. Вот искренне говорю, давай возьмем паузу, а я должен был через несколько месяцев к вам прилететь. И Шавкат Миромович, ну, мы вас будем ждать тут, ну, как положено. Я говорю, слушай, давай вот возьмем паузу и подготовим солидный визит, чтобы основа какая-то была. Шевельнем наши двусторонние отношения, нашу межправокомиссию подстегнем. Когда мы увидим почти выстраданную дорожную карту, мы встретимся, здесь я приеду к вам в Ташкент, и мы договорившись подпишем эти соглашения. И вот эти два года мы с ним, и особенно коллеги вот с узбекской, белорусской стороны, они очень много сделали, подготовили эти соглашения. Вот история этой встречи. Но мы не туристическую поездку совершили, я это уже чувствую, а мы приехали сюда с конкретными предложениями и с конкретными предложениями на требования и пожелания моего друга, моего брата, моего коллеги, президента Узбекистана.